Универсиада закончилась еще летом, но ее плоды районы Татарстана, которые тоже внесли свой вклад во всемирные студенческие игры, собирают до сих пор. Из республиканского бюджета сейчас на строительство спортивных площадок выделяются деньги. В эту программу попали и набережные Чулны. Так, на полученные средства в экстрим-парке удалось установить новые спортивные сооружения. Теперь в экстрим-парке можно заниматься фитнесом прямо под открытым небом. Здесь появились 10 тренажеров специально для уличных условий. Правда, сейчас на дворе довольно прохладно, поэтому особого наплыва занимающихся и не наблюдается. Даже кто-то прохожий мимо проходит, все равно попробует. И несмотря на погоду, ближе к вечеру желающих позаниматься, пройтись, погулять и позаниматься достаточно. Я думаю, ближе к новому сезону, их будет еще больше. Эти антивандальные тренажеры не имеют возрастных ограничений. Принцип их действия основан на собственном весе самого занимающегося. Даже несколько минут занятий на этих тренажерах после тяжелого трудового дня позволяют держать себя в тонусе. Работа, способность у них, как бы, временем года не ограничивается. То есть и зимой, и летом на них можно заниматься. Помимо тренажеров в экстрим-парке установили и веревочную пирамиду. Все снаряды сертифицированы. Тем не менее, юным челнинцам все же рекомендуется заниматься под присмотром взрослых. Александр Елисеев, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.